В Даугавпилском олимпийском центре прошли 8 и 9 туры первенства города по футзалу. В первый день соревнований неприятный сюрприз для своих болельщиков преподнесли игроки Лебедев Тим. Эта команда считается одним из фаворитов чемпионата, но в 8 туре футболисты сыграли в ничью 3-3 с БФЦ Даугавпилс далеко не лидерами чемпионата. В свою очередь Илокста вполне уверенно переиграла БФЦ Даугаву 7-2. Карспа ждала разгромное поражение от ДБТ 1-8, а команда Деуапсердзе одержала победу над Гектором 7-3. На следующий день Лебедев Тим реабилитировался перед болельщиками, выиграв встречу с Илокста 5-3. Карспа удачно сыграла против БФЦ Даугаву 8-6, а Гектор одержал свою первую победу в чемпионате. Игроки команды смогли переиграть соперников из БФЦ Даугавпилс 4-3. Очень интересным получился матч ДБТ и Деуапсердзе, но фортуна в этот раз вновь была на стороне лидера первенства 4-1. Согласно данным турнирной таблицы, первое место по-прежнему занимает ДБТ. На второй позиции находится Лебедев Тим, а на третьей Деуапсердзе. Далее следуют Карспа, Илоксте, БФЦ Даугавпилс, БФЦ Даугава и замыкает турнирную таблицу Гектор. Следующие игры первенства города по футзалу пройдут 13 и 14 февраля в Даугавпилском олимпийском центре. В эти выходные прошла домашняя игра БФЦ Даугавпилс в рамках латвийской высшей лиги по футзалу. На сей раз наша команда на своем паркете принимала РТУ. Игра получилась очень нервной, напряженной и, похоже, с этими эмоциями хуже справлялись игроки БФЦ Даугавпилс. На восьмой минуте гости открыли счет, а спустя несколько секунд увеличили отрыв. В середине тайма наши спортсмены смогли сравнять счет, но ненадолго. Отлично в этой встрече сыграл игрок РТУ Марис Берзинш, который пять раз поразил ворота Даугавпилса. В составе нашей команды по числу забитых голов лидировал Евгений Максимчук. Два мяча благодаря его точному удару оказались в воротах РТУ, а один, причем незадолго до финального свистка арбитра, в воротах его же команды. В итоге встреча завершилась победой гостей 7-6. В прошлом сезоне местная команда выглядела посильнее, да и шла на второй ступени турнирной таблицы. В этом году безоговорочным лидером чемпионата является Никорс, на втором месте находится Бейтар, а на третьем – Петров. Далее следует New Project, Раба, БФЦ Даугавпилс, Монарх и замыкает турнирную таблицу РТУ. Следующую игру наша команда проведет в Даугавпилском олимпийском центре 13 февраля против Рабы. Начало встречи в 17.30. БФЦ Даугавпилс готовится к новому сезону Латвийской высшей лиги по футболу. В связи с этим на стадионе «Строитель» прошел проверочный матч. В субботу, у 6 февраля, наша команда сыграла с литовцами из Паневежеса. В этой встрече были задействованы в основном совсем еще юные игроки Даугавпилса. И все же они смогли оказать достойное сопротивление более опытным соперникам. Итог встречи 2-1 в пользу Даугавпилчан. Но на следующий день в Риге наша команда ждала поражения от юрмольского «Спартака». Данный матч прошел в рамках розыгрыша зимнего Кубка Латвии. Игра завершилась со счетом 1-0 в пользу юрмольских футболистов. В Даугавпилском ледовом дворце прошел очередной матч в рамках латвийского чемпионата среди молодежных команд Ю-16. Даугавпилчане принимали соперников из Тукумса. Гости атаковали ворота Даугавпилчан с самой первой минуты. И на восьмой минуте их усилие увенчались успехом. Не заставила себя долго ждать и вторая шайба. В конце периода Владислав Барковский смог сократить разницу, а в начале второй 20-ти минутки Максим Шишло сравнял счет. Затем последовали еще две шайбы ворота Даугавпилца, а наши игроки смогли ответить только одной. Таким образом решающим стал третий период, в котором успешнее сыграли гости. Они еще раз поразили ворота Даугавпилчан. Хозяева ледовой арены, несмотря на предпринятые попытки отыграть разницу в счете, не смогли. Следующую игру наша команда Ю-16 проведет на выезде 14 февраля против Броциену. А увидеть домашний матч с Лида болельщики смогут 21 февраля. В эти же выходные после продолжительного перерыва взрослая команда Даугавпилца ЛДЗ Карга на своей площадке сыграла против Огра в рамках первой лиги Латвии. Недели ранее Даугавпилские хоккеисты на выезде обыграли огорских спортсменов со счетом 10-2. В этот раз Даугавпилчане также забросили ворота соперников 10 шайб, но в ответ получили 5. Почти до середины второго периода наши игроки выступали в роли догоняющих, лишь затем смогли собраться и одержать победу. Почти первый период это повторение игры в Огры был, такая же, я бы сказал, бодяга шла какая-то непонятная. Пока орг-методы, орг-выводы не были сделаны, административный ресурс подключен, тогда там 7-0, что ли мы выиграли второй период. Здесь с трудом, не знаю, что на них давлело, но играли в общем-то плохо. Хоть и одержали победу 10-5, но в обороне играли безобразно, но безответственно, короче. Все понимали они, что выиграют, и поэтому позволяли себе делать вот такие грубые ошибки. Хороший результат при плохой игре случается редко. В этот раз повезло, что к нам приехал аутсайдер лиги. А ведь впереди матч с главным конкурентом в борьбе за второе место – призмой пары Долговой. Здесь каждая ошибка может завершиться заброшенной шайбой в наши ворота. Тренер рассчитывает на собранность и ответственность своих воспитанников. Игра с призмой пройдет в Долгов-Пелском ледовом дворце 21 февраля. Начало в 15.30.